Криптовалютное регулирование в 2020 году. Страны, которые сказали «да». Споры о том, как должно осуществляться криптовалютное регулирование в постоянно меняющихся экономических реалиях, идут не первый год. Жаркие дебаты за малым, не переходящие в откровенную перепалку, идут на всех возможных уровнях. От простых людей, которые хотят вложить деньги в токены, до государственных финансовых регуляторов, стоящих перед достаточно трудным и неочевидным выбором. И от того, где по итогу будет поставлена запятая во фразе «казнить нельзя помиловать» зависит очень многое. Некоторые страны придерживаются осторожно взвешенной позиции. Прямого разрешения на легализацию криптовалюты они пока не дали, и об откровенном запрете речь уже не идет. Чаще всего это экономически развитые юрисдикции, которые не готовы к значительному риску, но при этом понимают, что игнорирование цифровых реалий может привести к серьезным проблемам в самом ближайшем будущем. Другие, наоборот, старательно делают вид, что ничего особенного не происходит, а проблема выведения из тени криптовалюты вообще не стоит. Бизнес с ЦФА в таком случае превращается в достаточно рискованное предприятие, так как любой неверный шаг может спровоцировать криминализацию коммерческих операций и даже уголовное преследование. Но есть и примеры прогрессивного мышления, когда государство решает, что воевать с ветряными мельницами глупо, и лучше взять цифровой бизнес под контроль, нежели допускать его переход в теневой сектор и потерю значительной части бюджетных поступлений. В таких странах криптовалютное регулирование является собой пример современного подхода к новому, когда все заинтересованные стороны вместе вырабатывают правила игры. Таких стран пока относительно немного. В Европе это Мальта, Швейцария, Гибралтар, Словения, Эстония, Грузия, Беларусь и Германия. Вне границ Старого Света активно и официально работают с криптовалютами в Сингапуре, Гонконге, Японии и Бермудских островах. В этот список мы не стали включать юрисдикции, где декларируемая политика расходится с реальным положением вещей, а также государства, чей интерес к ЦФА носит скорее рекламный характер. Представленные сведения актуализированы по состоянию на конец лета 2020 года, но мы не можем гарантировать, что буквально завтра-послезавтра статус-кво не изменится. Криптовалютное регулирование на Мальте. Это небольшое европейское государство, площадь 316 квадратных километров, население чуть более 475 тысяч человек. Часто называют полигоном по обкатке новейших бизнес-моделей. Мы не готовы на 100% согласиться с этим утверждением, но немалая доля истины в нем есть. Экономика страны завязана на туризме, образовании, банковском деле и портовой торговле. Но местное управление финансовых услуг вполне благосклонно относится и к цифровым активам. На что стоит обратить внимание? Отсутствует налог на недвижимость. Невысокие, как для Европы, бизнес-налоги для глобальных резидентов – всего 35%. Иностранные резиденты не подпадают под действие налога на доходы, если он не переводится на счет в местном банке. В противном случае ставка будет равна 15%. Нет подоходного налога на прирост капитала. В эту сумму включаются в том числе доходы от бизнеса на фондовых рынках. Отсутствуют законы о налогообложении криптовалютной деятельности как таковой, что, уточним, не отменяет общее. Для регулирования бизнеса с ЦФА создана специальная структура MDIA – Malta Digital Innovation Authority. Обратите внимание, что соответствующие функции будет выполнять не общий регулятор, а особый орган. Официальную позицию правительства не раз озвучивали премьер-министры страны. Она состоит в том, что Malta должна стать глобальным первопроходцем в бизнесе, основанном на блокчейне, а также центром для финтех-компаний. Очень и очень похвальное отношение к новому. Заметим, что оба премьера – люди достаточно молодые, им еще нет 50. Поэтому есть надежда, что декларируемые стремления не останутся лишь на бумаге. Основные регулирующие акты их еще называют «законами первой волны». VFA – Virtual Financial Assets Act. На виртуальных финансовых активах регулирует ICO первичное предложение монет. MDIA – Malta Digital Innovation Authority. О деятельности в сфере цифровых инноваций. Регламентирует создание специального регулирующего органа, определение правил работы сервисов, основанных на новых технологиях. ITAS – The Innovative Technology Arrangements and Services Act. Об инновационных технологиях и услугах. Системообразующий акт для двух перечисленных выше законов. Наиболее значимый момент – указание критериев признания и легализации компаний, работающих с блокчейн. Криптовалютное регулирование в Швейцарии. Юрисдикция прилагает все усилия для того, чтобы не замыкаться в рамках традиционных финансовых услуг и предлагать заинтересованным лицам качественный сервис в сфере ЦФА. Насколько такое стремление в принципе осуществимо, учитывая, что денежный рынок довольно инертный и связан множеством ограничений, мы не знаем. Но сам факт того, что успешная страна ищет новые варианты и схемы развития, достойно всяческих похвал. На что стоит обратить внимание? Город ЦУХ называют Европейской Кремниевой долиной и центром притяжения для криптовалютного бизнеса. Страна является одним из лучших мест в Европе для ICO и СТОС. Отсутствует отдельный блок законов для регулирования криптовалютного бизнеса. Используются общие правила и нормы. Соблюдение требований и НОР-АМЛ является обязательным. Полным ходом идут консультации по вопросам разработки и принятия уточняющих законов по токенам и технологиям DLT. Швейцарский финансовый регулятор FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority, управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии, неоднократно заявлял о своей приверженности принципу «один бизнес – одни правила». Выпущено официальное руководство по ICO. Оно одобрено FINMA. В Швейцарии существует разделение на три вида токенов – платежные Payment Tokens, служебные Utility Tokens и имущественные Asset Tokens. Это значительно упрощает законодательное регулирование. Плюс отдельным блоком идет так называемая гибридная форма, сочетающая в себе признаки основных типов токенов. Платежные токены не являются законным средством платежа, но могут быть легально использованы в таком качестве по согласованию сторон. Перед началом криптовалютного бизнеса необходимо получить подтверждение FINMA. DLT могут стать новым видом актива. Этот вопрос сейчас прорабатывается на законодательном уровне. Существующие лицензии несовместимы с бизнесом, основанным на продаже прав DLT. Понадобится специальное разрешение. Криптохолдинги следует задекларировать, они облагаются налогом на богатство. Налоги на прирост капитала и компенсацию убытков действуют только для профессиональных трейдеров ЦФА. ICO рассматриваются как ценные бумаги. Для операций с биткоинами не требуется лицензия. Заблюдение норм AML является обязательным. Криптовалютное регулирование в Германии. Страна является локомотивом европейской экономики и ее главным донором. Сейчас многие эксперты начали противопоставлять Германию и США, так как последнее все активнее вмешивается во внутреннее дело ЕС, что не нравится многим политикам и частным лицам. Отношение к ЦФА в юрисдикции взвешено благожелательное, в отличие от той же Америки. Но до состояния братской любви еще довольно далеко. На что стоит обратить внимание? Национальный регулятор БАФИН, Федеральное управление финансового надзора Германии, классифицирует ЦФА как финансовые инструменты, виртуальные валюты, цифровая ценность с рядом уточнений, биткоины, расчетные единицы и частные деньги. Все компании, работающие с криптовалютами, обязаны получить соответствующую лицензию. Это сделано в первую очередь для того, чтобы соблюсти требования пятой директивы ЕС. Компании, которые ведут такую деятельность, но не получили лицензию, освобождаются от каких-либо штрафных санкций. Им вменено в обязанность озаботиться соответствующим документам, установленные законом сроки. Банки имеют право купли и продажи криптовалют, но для этого финансовое учреждение обязано получить одобрение БАФИН. Берлин считается неформальной биткоин-столицей еврозоны. С криптовалютных транзакций не взымается налог. Если вы держите ЦФА в течение года или более, то освобождаетесь от налога на прирост капитала при их продаже. Биткоин одобрен в качестве приемлемого платежного средства Советом по туризму Германии. Национальный банк Германии Deutsche Bank призвал запретить криптовалюты, считая, что они повышают риск мошенничества и стимулируют киберпреступность. Это финансовое учреждение является одним из самых недружественных по отношению к криптовалютам. В стране запущен сервис по торговле криптовалютами. Это совместный проект Wertpapper Handels Bank и Solaris Bank. Также стоит упомянуть онлайн-сервис международного однорангового кредитования Bitbond. В качестве системообразующей платформы он использует биткоины. Криптовалютное регулирование в Гибралтаре. Заморская территория Великобритании, продвинувшаяся в деле признания ЦФА гораздо дальше, чем метрополия. Экономика держится на индустрии азартных игр, финансовых услугах и туризме. Поэтому перспективы криптовалют в этой юрисдикции представляются весьма неплохими. Страна является одним из наиболее привлекательных в Европе мест для проведения ICO. На что стоит обратить внимание? В Гибралтаре расположены штаб-квартиры многих известных международных банков и финансовых компаний – страховых, брокерских, инвестиционных и т.д. Основная правовая база находится в стадии разработки. Ставка корпоративного налога, по ней работают в том числе и криптовалютные компании – 10%. Бизнес, использующий технологии распределенного реестра, работает по правилам и нормам, которые были приняты в январе 2018 года. Гибралтар – первое государство в Европе, которое четко сформулировало правила проведения ICO. Это решение однозначно вывело первичное размещение монет в правовую и регулируемую зону. Предсказать последствия от Brexit для криптовалютного бизнеса пока невозможно. По мнению многих экспертов, это только усилит позиции ЦФА. Финансовый сектор Гибралтара, правительство и регулятор полностью поддерживают криптовалюты. Вероятно, это первая страна в Европе с таким отношением к ЦФА. 25 января 2016 года был официально запущен проект Bitcoin ETI – детище местной фондовой биржи. Гибралтарский международный банк принимает биткоины. Интересно, что его официальный британский партнер этого не делает. Некоторые традиционные финансовые институты, например, Королевский банк Шотландии RBS, отказался от сотрудничества с криптовалютными компаниями, расположенными на Гибралтаре. В настоящее время можно говорить о некоторой уязвимости криптовалютного бизнеса, зарегистрированного в Гибралтаре, при условии, что он финансово связан с традиционными британскими структурами. Криптовалютное регулирование в Словении Небольшое европейское государство, расположенное в центральной части континента. Относительно недавно, еще 30 лет назад, Словения входила в блок СЭФ. Но с тех пор много воды утекло. Страна активно развивается, в том числе в сфере информационных и финансовых технологий. И если антивирус и СЭД заинтересуют потребительский сектор, то услуги и сервисы по криптовалютному бизнесу будут востребованы солидными корпоративными клиентами. На что стоит обратить внимание? В стране достаточно высокий уровень благосостояния. Основа экономики, логистика, есть свой порт, промышленное производство, электроника. В стране хорошо развита гидроэнергетика. Электричество дешевое и доступное. Поэтому в Словении немало компаний, занимающихся облачным майнингом. Например, известный NiceHash. Отношение к криптовалютам у правительства весьма благожелательное и открытое. Биткоин и другие криптовалюты классифицируются как виртуальные валюты. Следовательно, они не облагаются налогом. FL выплачивают налог на криптовалютную прибыль, так же, как и обычный подоходный налог. База рассчитывается на основе стоимости цифровых активов в момент их приобретения. Торговля биткоинами вообще не облагается подоходным налогом. Криптовалюты освобождаются от налога на прирост капитала. Майнинг освобожден от НДС. В Словении величина корпоративного налога на криптовалютный бизнес четко не определена. Официальная формулировка интригует, зависит от обстоятельств. Правительство принимает криптовалюты, а не просто мирится с их существованием. Подтверждение этому первый памятник биткоину – город Крань. Премьер-министр страны допустил использование блокчейна на государственном уровне. Существует мнение, что Словения станет первой страной ЕС, которая официально признает блокчейн. Местный банк ЛОН стал первой регулируемой финансовой организацией, которая осуществила сделку по продаже биткоина косвенно. Криптовалютное регулирование в Эстонии. Небольшая, но весьма развитая страна. Четвертое место по экономической свободе в Европе. Двенадцатая позиция в мире по простоте ведения бизнеса. Интересно, что период пребывания Эстонии в составе СССР здесь никак не чувствуется. По уровню развития информационных технологий государство является одним из лидеров. Например, эстонские программисты поучаствовали в создании мессенджера Skype и клиента файлообменной сети Казаа. На что стоит обратить внимание? Правительство страны рассматривает возможность выпуска собственной монеты EASTCOIN. Эстония является самым развитым цифровым обществом в мировом масштабе. Данные журнала Wired. Вся цифровая инфраструктура страны базируется на общей технологии XROAD. Операции на криптовалютных биржах и ICO стали рутинными. Технологию KCI блокчейн, разработанную в Эстонии, используют Министерство обороны США и НАТО. Почти у всех граждан есть цифровое удостоверение личности. Многие бизнес-операции, например, регистрации компаний, выполняются с использованием цифровых технологий. Разрешается применение криптовалют в качестве средства оплаты или обмена, но статуса законных валют они пока не имеют. Действующее законодательство четко регламентирует оборот и использование криптовалют, а также деятельность компаний, занятых в этой сфере экономики, биржи, поставщики электродных кошельков и т.д. Правовая природа ЦФА не определена. Иными словами, неизвестно, являются ли они вещью, правом или частными деньгами. Для классификации токенов рекомендуем привлекать грамотного эксперта, так как это во многом повлияет на юридические обязательства при осуществлении любых сделок. Местный регулятор EFCA, Управление по финансовому надзору Эстонии, распространил неофициальные рекомендации для эмитентов и торговцев токенами. Выделено два вида токенов. Инвестиционные, те, что дают право на получение прибыли или участие в управлении компанией, и обычные, которые не обеспечивают подобных прав. Последние, в свою очередь, делятся на три категории. Платежные, криптовалюта, благотворительные и полезные дают доступ к платформе и или системе продукту-услуги. Проведение ICO, в том числе с целями краудфандинга, требует кропотливой подготовительной работы. Для налогообложения используются общие правила и нормы, но налоговые органы выпустили в помощь бизнесу специальное официальное руководство. При расчете НДС криптовалюты считаются равными евро. При расчете подоходного налога криптовалюта воспринимается как собственность, ее обмен или отчуждение обеспечивает прирост капитала. Доход, получаемый от торговли криптовалютами, рассматривается как коммерческий, поэтому у ФЛ возникают обязательства по НДФЛ и взносам в фонд соцстраха. Банк LHV выпустил специальный биткоин-кошелек. Учреждение сотрудничает с Coinbase и CoinFloor. Криптовалютное регулирование в Грузии. Еще одно постсоветское государство, активно развивающее новейшие информационные технологии, в том числе связанные с распределенным реестром и ЦФА. По этому критерию Грузия почти догнала Беларусь, а в некоторых сферах и перегнала. Страна активно привлекает иностранные инвестиции, делает серьезные ставки на свободные индустриальные зоны – Поти, Тбилиси и Кутаиси, а также виртуальную IT-зону. Здесь принципы и правила налогообложения существенно и в лучшую сторону отличаются от тех, что приняты в гражданском секторе. На что стоит обратить внимание? В стране практически отсутствует регулирование в сфере криптовалют и ЦФА. Здесь, по сути, действует правило «разрешено все, что явно не запрещено». Практически отсутствует разница между грузинским и иностранным бизнесом. Отсутствуют требования к устанному капиталу. Регистрацию в налоговой можно без особых трудностей совместить с оформлением самой компании. Это делается практически в одном окошке. Для реального бизнеса в случае с нерезидентами лучше всего подходит формат общества с ограниченной ответственностью. Так вы будете отвечать перед инвесторами только теми активами, которые вложены в саму структуру. Уже базовый уровень налогов достаточно гуманен. НДС – 18%, налог на прибыль – 15%, подоходный – 20%. А при создании интернациональной компании, например, для проведения ICO, вы получите существенные льготы. Нет налога на прибыль и ценные бумаги. Налог на дивиденды – всего 5%. Отсутствует отдельный налог на криптовалюты или токены. Нет необходимости в специальном лицензировании. Предусмотрены значительные фискальные льготы для ИП. Можно воспользоваться специальными программами финансовой поддержки бизнеса. Грузия занимает 14 место в мировом рейтинге по критерию простоты ведения бизнеса и 13 по уровню экономической свободы. Страна прочно удерживает второе место по биткоин-майнингу, уступая в этом только Китаю. В Грузии работает многопрофильная блокчейн-компания Bitfury, являющаяся крупнейшим промышленным майнером за пределами Китая. Офисы также расположены в Сан-Франциско, Вашингтоне, Гонконге, Амстердаме, Лондоне, Рейкьявике. Налогообложению подлежат только те доходы, что были получены непосредственно в Грузии. Любые сделки с государственным имуществом будут регистрироваться через биткоин-сеть. Есть планы перевести на ту же схему и регистрацию земли. Формально криптовалюты не являются законным средством платежа, но по согласованию сторон такой вариант оплаты вполне допустим. Национальный банк Грузии считает ЦИФА слишком волатильными, но никаких регулирующих и или ограничивающих законов выпущено не было. Криптовалютное регулирование в Беларуси. Бизнес с ЦИФА в стране для резидентов парка высоких технологий абсолютно легален. Регулируется государством и считается наиболее узаконенным. По сути, Беларусь чем-то напоминает Сингапур. Но если город-государство лидирует в традиционном бизнесе, то Минск заявляет свои права на ЦИФА. Если удастся избежать системообразующих подвижек на фоне политической неопределенности, Беларусь вполне может стать криптовалютным раем Европы. На что стоит обратить внимание? Декрет о развитии цифровой экономики полностью узаконил криптовалютные биржи, майнинг, смарт-контракты, токены, блокчейн и прочие сопутствующие технологии. Это касается в том числе и всех аспектов бизнеса. Любые коммерческие операции с токенами освобождаются от НДС и налога на прибыль. Минимум до конца 2022 года. Криптовалютные компании обязаны соблюдать рекомендации FATF – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Разработан перечень обязательных требований к резидентам, которые применяются в секторе ЦФА, включая нормы проверки и аудита. Минимальный уставной фонд для криптовалютных компаний от 2 млн. белорусских рублей, для операторов ICO – от 0,5 млн. белорусских рублей. Соответствующие компании обязаны придерживаться блока требований к операторам криптографических платформ. Деятельность подобных структур регламентирована. Разработан и введен в юридический оборот пакет требований к проведению ICO. Персонал структур, работающих с ЦФА, должен отвечать некоторым квалификационным нормам. Защита персональных данных является обязательной. Компании обязаны сообщать о подозрительных транзакциях и блокировать их. Иностранные специалисты могут на законных основаниях находиться в РБ без виз на протяжении 180 дней. Национальный банк Беларуси признал криптовалюты. Однако некоторые эксперты считают, что это было сделано под давлением президента страны. Иными словами, регулятора поставили перед фактом. Основной пакет документов, регулирующих деятельность участников ПВТ. Решение Наблюдательного совета парка высоких технологий. Перечень требований при подаче заявок. Перечень условий, предъявляемых к операторам криптоплатформ. Перечень нормативных требований к компаниям, являющимся операторами обмена криптовалют. Перечень норм и правил, которым должны отвечать организаторы первичного размещения монет. Организация системы внутреннего контроля. Криптовалютное регулирование на Бермудских островах. Идея развития бизнеса, связанного с ЦИФА в рамках классического офшора, не нова. И хотя многие эксперты говорят о том, что их эпоха подошла к концу, и будущего у таких юрисдикций нет, в связке с криптовалютами и у безналоговых территорий может открыться второе дыхание. Особенно если учесть, что Бермуды – это бывшая британская колония, и она является частью Содружества. На что стоит обратить внимание. Правительство активно поддерживает финтех-компании и бизнес в целом. На Бермудах действует профильный закон ДАБА – Digital Asset Business Act – закон о цифровых активах с сентября 2018 года. В него постоянно вносятся многочисленные уточнения и дополнения. Специальный режим регулирования для ICO-проектов. Упрощенная процедура регистрации и регулирующих правил для финтех-компаний. Действует меморандум о взаимопонимании между хай-тех-компаниями и правительством. Законодательные акты по ЦФА, которые действуют на Бермудах, покрывают сами криптовалюты, бизнес с долевыми и или долговыми инструментами, любые смежные права и иные ценностные представления, так или иначе связанные с технологиями распределенного реестра. Лицензия на криптовалютную деятельность на Бермудах является обязательной. Она бывает двух классов – М и Ф. Первая из них ограниченная, вторая – полная. Не все виды бизнеса, фактически связанного с ЦФА, являются таковыми с точки зрения действующего законодательства. На официальном уровне какие-либо криптовалюты или иные ЦФА не являются законным средством платежа, только бермудский доллар BMD и не обладают статусом и свойствами фиатных валют. Положения и нормы DAB не распространяются на ICO, если цель проведения последних – финансирование собственного бизнеса промоутера или самого эмитента. Проведение ICO требует явного личного разрешения от министра финансов. Эмитент обязан предоставить максимально полную информацию о проекте. Частные предложения токенов и эмиссия монет освобождаются от налогообложения с рядом условий. Бермудские острова являются райем не только для ленивого отдыха, но и для виртуальных компаний, у которых нет ни физического офиса, ни наемных сотрудников. Таких структур здесь зарегистрировано более 15 тысяч. Нормы и правила AML пока не являются критически обязательными, но их внедряют все активнее, поэтому рассчитывать на простую отмывку капиталов уже нельзя. Верификация KYC при ICO является обязательной. Крупнейший представитель криптовалютного бизнеса на Бермудах – биржа Binance. Криптовалютное регулирование в Сингапуре. Эта небольшая юрисдикция в Юго-Восточной Азии – лучшее доказательство тому, что дефицит полезных ресурсов, ограниченная территория и колониальное прошлое ничего не значат для развития, если у руля государства стоит грамотный и умный лидер. Мы сейчас говорим о самом великом премьер-министре 20 века Лу Куан Ю, который за несколько десятилетий вывел страну в несомненные мировые лидеры. Методы, используемые при этом, могут показаться неочевидными и непедагогичными, но они доказали свою эффективность, короче говоря, победителей не судят. На что стоит обратить внимание? Открытая поддержка как блокчейн-проектов, так и самих криптовалют. В Сингапуре создана специальная песочница для финтех-проектов. Среди прочих преимуществ она позволяет работать в секторе ЦФА без каких-либо лицензий. Единственное юридическое определение биткоина было дано в 2014 году. IRAS, налоговая служба Сингапура, назвала токен товаром или услугой. По отношению к ЦФА в полном объеме применяются правила и нормы по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Криптографические токены рассматриваются как товары, но не ценные бумаги. Национальный регулятор Сингапура, МАС, будут регламентировать ICO, если токены подпадают под определение финансовых продуктов. С точки зрения МАС, цифровые токены и виртуальные валюты понятия не тождественные. Доступ местных жителей, равно как и резидентство США, к токен-сейлам ограничен. В Сингапуре в расчетную базу по корпоративному подоходному налогу включаются любые законные источники дохода, в том числе от операции с криптовалютами. Однако четкое понимание того, когда наступает обязательство, в момент совершения сделки или при обмене ЦФА на фиатные деньги пока отсутствует. Действуют стандартные льготы и вычеты по корпоративному и подоходному налогам. Действуют стандартные ставки по процентам, роялти и дивидендам с учетом СИДОН. Операции с криптовалютами расцениваются как услуги или бартер. Зависит от того, как были получены токены. Если токены, мы же помним, что в Сингапуре они являются товаром, проданные нерезиденты, сделка освобождается от НДС. Если резиденту, то лишь при условии, что годовой оборот структуры менее 1 миллиона сингапурских долларов. Вы всегда можете связаться с официальным представителем регулятора онлайн или лично. Специальный режим налогообложения для Forex Owned and Operated Companies. Судебной практики не было ни одного случая, когда фирма, занимающаяся блокчейн-технологиями в любых их проявлениях, в том числе связанных с ЦФА, была привлечена гражданской или уголовной ответственности, по крайней мере, по инициативе регуляторов. DBS, Государственный банк Сингапура, считает биткоины схемой Понци. Но такое негативное мнение скорее является исключением из правил. Криптовалютное регулирование в Гонконге. Формально юрисдикция является особым административным районом Китая. Но фактически здесь созданы принципиально иные и гораздо более выгодные условия для бизнеса, в том числе для криптовалютного. На текущий момент это одна из самых интересных юрисдикций в плане работы с ЦФА. Но назвать ее безо всяких условий и уточнений еще и перспективной мы не можем. Дело в том, что предсказать реальную расстановку сил в 2047 году, когда страна официально станет частью КНР, нельзя. Пока же подобные аргументы, к счастью, еще не работают. На что стоит обратить внимание? Законы КНР в Гонконге неприменимы. Проведение ICO является законным. Все еще не приняты специфические профильные законы, касающиеся криптовалют и ЦФА в общем. При проведении ICO используется общий закон о ценных бумагах и фьючерсах. Токены и виртуальные валюты не являются законным средством платежа. Использование английского языка наравне с китайским. Виртуальные валюты освобождены от НДС и налог на прирост капитала. Подоходный налог сохранен. Отчетность для криптовалютных компаний может вестись в любой валюте. Так как биткоин относится в Гонконге к категории виртуальных товаров, а не валют, его оборот не контролируется финансовыми регуляторами. Банки Гонконга относятся к ЦФА с предубеждением. Были отмечены случаи блокировки счетов. Например, с этим столкнулась криптобиржа Gatecoin. Однако Центробанк юрисдикции отметил, что средний процент отказов в открытии аккаунтов для криптовалютных стартапов не превышает 5%. Криптовалютное регулирование в Японии. Юрисдикция стремится к тому, чтобы быть не просто одним из мировых лидеров в секторе традиционной экономики, а и законодателям мод в сфере ЦФА. Достаточно сказать, что первая из известных и крупных криптовалютных бирж MT-GOX была основана именно в Токио. Да и мифический Сатоши Накамото также родом из страны восходящего солнца. На что стоит обратить внимание? Комплексный свод правил, регулирующий криптовалюты, начал действовать в мае 2020 года. В 2019 году было принято два закона – о платежных сервисах, о финансовых инструментах и биржах. Биткоин признан платежным средством в 2017 году. Понятие виртуальной валюты уже не используется. Вместо него применяется термин «криптовалютные активы». ICO и STO регулируются FIEA. Он же отвечает за криптовалютные деривативы. Все криптовалютные фирмы обязаны отделять собственные активы от средств пользователей. Сервисы горячих кошельков по закону обязаны хранить объем активов, аналогичный тому, который привлекается у клиентов. Все криптовалютные биржи должны получить специальную лицензию. Правило было введено после большого взлома CoinCheck в начале 2018 года. Сумма ущерба – 535 млн долларов США. Первой иностранной биржей, которая смогла получить разрешение для работы в Японии, стала OKCoin Japan. Базовое руководство по налогообложению криптовалютного бизнеса появилось в самом конце 2017 года. Факт владения CFA не влечет налоговые обязательства. Они возникают в момент продажи монет или приобретения товаров или услуг. Налог на потребление с биткоина снят в апреле 2017 года. Именно тогда биткоин был объявлен законным платежным средством. Датой признания биткоина реальными деньгами стал Q1 2016 Кабмин Японии. Банк MOVC открыто поддержал биткоины. Есть даже планы по запуску собственной криптовалютной биржи. Национальная криптовалютная биржа смогла привлечь инвестиции от трех крупнейших банковских конгломератов. Самитомо Митсуи, Митсубиши ЮФДжей и Мизухо Банкинг Корпорейшн. Как заработать на криптовалюте? Если вас интересует именно серьезный бизнес, без обстоятельного разговора не обойтись. Но примерно обозначить варианты заработка все же реально. Первое. Метод напоминает традиционные кликеры, только оплата в криптовалюте, а не рублях. Второе. Инвестиции или накопления. Не самый лучший метод, так как курсы ЦФА постоянно меняются и угадать здесь очень сложно. Третье. Майнинг. С каждым годом становится все тяжелее, да и счета за электричество могут съесть всю прибыль. Четвертое. ICO. Перспективный вариант, но только не в РФ, где за подобные вещи можно нажить много проблем. Пятое. Игры на курсе. Хорошая схема, но она требует больших знаний и наличия серьезной подушки безопасности. Шестое. Игра на разнице в биржевых курсах. Седьмое. Экспертная помощь. Консультация. Интересует обмен криптовалют. Это опасно? Если действовать аккуратно и четко понимать очередность шагов, то риск минимальный. В противном случае достаточно большой. Самые популярные схемы обмана таковы. Первое. Знаки разделения разрядов. 1.005 и 1,005 – это совсем не одно и то же, но выглядит похоже. Второе. Фиктивный обменник. Классика жанра. Такая же, как и левые банки и некоторые сайты скидок. Ошибка в названии часто бывает малозаметной. Третье. Фишинг. То же самое, что и мошеннические письма на e-mail. Четвертое. Подделка контактов. Например, в Telegram. О чем хозяин часто и не догадывается. Пятое. Грязные деньги. То есть переводы маленькими порциями. Это очень похоже на отмывку наркоденег. Шестое. Фейковые учетные записи на обменниках. Седьмое. Сделка через PayPal. Чарджбэк. Восьмое. Правило слив схем. Два частных обменника и один левый. Девятое. Схема треугольника. Каковы самые прибыльные криптовалюты? Однозначно судить об этом крайне сложно. Как минимум из-за того, что курс постоянно меняется. Да и критерии прибыльности – это не просто разница между покупкой и продажей. Мы проанализировали цены на основные токены за отрезок Q2 2020 и выяснили, какие из них обеспечили максимальную прибыль за полгода, сумма которую вы бы получили в июле при условии, что в марте вложили в токены 100 долларов США. Первое. AAVE. 925 долларов США. Второе. S&T. Synthetix Network Token. 773 доллара США. Третье. Кибернетворк. 487 долларов США. Четвертое. Крипто Комкоин. 481 доллар США. Пятое. Chainlink. 323 доллара США. Шестое. Биткоин. 243 доллара США. Седьмое. Эфириум. 209 долларов США. Восемь. Лайткоин. 163 доллара США. Девятое. Ripple. 134 доллара США. Но рекомендовать именно этот набор токенов для долговременных инвестиций мы не можем. Критерии выбора в таком случае будут принципиально иными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова